В городе действительно запахло весной, и выезжая в очередной рейд, мы очень остро это почувствовали. Птички, солнце, улыбки, но астраханские дороги быстро сбивают с лиричного настроя. Поступил вызов на аварию, и мы отправляемся на Яблочку-1. Есть вещи, повторять которые незазорно в любом возрасте и при любом опыте. Для автомобилистов это теория. Правила дорожного движения своего рода библия для водителя. Но как показывает практика, свою библию многие водители перечитывают нечасто, и на дорогах частенько грешат. Пока мы едем на первый вызов, немного теории. Итак, мы на главной дороге. В каких случаях мы обязаны уступить дорогу пешеходам? Доехать до Яблочкова без происшествий? Нет, не слышали. По дороге еще одно ДТП. В районе цирка иномарка не поделила полосу с маршруткой. Даже при беглом взгляде из окна автомобиля понятно, притерлись неслабо. Так вот, через 40 минут с грехом полам по пробкам мы прибыли на Яблочков-1. Давайте посмотрим, что там за аварий. На первый взгляд все очень просто. Перед нами очередной поцелуй. Несоблюдение дистанции. Однако дело осложняется тем, что между водителями успела вспыхнуть ссора. Остановился. Здесь товарищ, вот, лиц кавказской национальности, очень горячий человек. Я вызвал уже наряд милиции, полиции вернее. А что плеваться на меня здесь, ну, орать не меня. А меня вызывали вы, да? Я попросил того, что дежурный говорит, чтобы там был минут 40. Я говорю, давай хотя бы комиссаров вызвать. Только я вас вызвал, начну. Ну, сейчас пообщаемся. У вас, например, до тех, у меня страховка все есть. Да, все есть. Отпринимать все меры, потому что, наверное, должен приехать еще. Значит, я тебя убью, я тебя, блин, в твой дом сожгу, приеду к тебе домой. Неадекватный человек, вообще. Мы прибыли на место ДТП, но водитель «Газели», несмотря на то, что он виноват, хочет оформляться с сотрудниками ГАИ. Это его право. Поэтому здесь нарушение несоблюдения дистанции. Такие вот неадекватные водители не должны наших людей возить, детей наших, семью нашу, потому что это вообще неадекватные люди. Они что-то варят непонятно на дороге, блин. Остановился на светофоре. Молодой человек на «Газели», горячей осенью, кавказской национальности, взял меня сзади, ехал, еще говорит, что, блин, почему я так медленно езжу. Как медленно езжу, если дороги, если у нас дырка на дырке. В этот день новых аварий мы так и не встретили. Тут бы порадоваться, но, увы, это вовсе не значит, что их не было. И, как обычно, почти любой перекресток зона повышенной аварийности. Взять хотя бы этот – пересечение Моздокской и Боевой. Со стороны улицы Южной при выезде на улицу Боевую водители обязаны уступить дорогу всем транспортным средствам, в том числе движущимся, осуществляющим левый поворот со стороны улицы Моздокской. Водители, совершающие левый поворот на улицу Боевую, на разрешающий сигнал светофора, не должны уступать движению транспортным средствам, осуществляющим правый поворот с улицы Южной. Однако водители, осуществляющие правый поворот с улицы Южной, имеют право выехать на улицу Боевую, уступив дорогу всем транспортным средствам. Движение с улицы Южной при выезде на улицу Боевую. Основная изюминка этого перекрестка заключается в следующем. Раньше перекресток регулировался светофорами со всех сторон. Однако для того, чтобы разгрузить потоки, светофор со стороны улицы Южной убрали. И теперь там стоит знак «Уступи дорогу», о чем и предупреждает информационная табличка на подъезде к перекрестку со стороны Южной. 18 марта. Полдень. Тот же самый перекресток. Легковой автомобиль движется по Боевой в сторону центра на разрешающий сигнал светофора и сталкивается с газелью, которая собиралась проскочить по-быстрому. Пересечение Боевой с Богдана Хмельницкого. Тремя днями ранее, 9 часов вечера. Даже наличие патрульной машины с включенными поблесковыми маячками не смущает автомобилистов. Результат – одно из самых банальных ДТП. Поворачивал и не доглядел. Перекресток Богдана Хмельницкого и генерала Епишева. На этом перекрестке 23 марта в среду произошло сразу два ДТП с промежутком в несколько часов. Автобус притерся к легковому автомобилю, который намеревался продолжить движение прямо из крайней полосы. Через несколько часов случается еще одна авария. На дороге мы видим все тех же героев предыдущего ДТП, но теперь появляются и новые. Маршрутка пытается объехать автобус, но ее не пропускает легковой автомобиль. В тот же день, в районе 9 вечера, чуть дальше по Адмирала Нахимова, буквально на следующем перекрестке, случается еще одна авария. Водитель, из салона которого производится запись, решает проскочить через перекресток, но наталкивается на другой автомобиль, завершающий маневр на перекрестке. Насмотревшись на аварии, вопрос по теории, которую мы поставили в начале выпуска, кажется еще более актуальным и не лишним для повторения. Итак, мы на главной дороге. В каких случаях мы обязаны уступить дорогу пешеходам? А вот и ответ. В данной ситуации правильный ответ в обоих случаях. И те, которые слева переходят в правильную часть в прямом направлении, в направлении движения автомобиля, то есть при повороте направо, налево, здесь водитель должен уступить всем пешеходам. Новый день, новые аварии, и мы вновь отправляемся на улицы города в поисках очередных ДТП. Новый день, новые аварии, и мы вновь отправляемся на улицы города в поисках очередной.